Ну что, Амигос, приветствую вас в этой таверне на этом диком-диком западе. Тише, тише. Смотрите, они уже сами, они уже сами на шишку бросаются здесь. Изголодались по ведьмакам, изголодались. Так, ну это мы видели уже в этом, в полотенчике. Надо пойти теперь и расспросить всех своих союзников о том, чего им от тебя надо. Ведь здесь все постоянно что-то от тебя хотят. Здесь невозможно побыть ведьмаком просто так. Ты должен быть шестеркой ведьмаком. И, походу, все они заселились в пентхаус, потому что здесь я никого не вижу. Да и... О, боже, а ты мой. Да, припарковаться к лестнице на джойстике, это он. Так, и здесь мы видим Авал... Авалакха. Ну-ка, Алисюшастый, чё ты хочешь? Чё ты хочешь от меня? Ну. Какие перчатки запланированы? А я от тебя не ожидал. У вас с людей... Своеобразный вкус. Как всё прошло на Лысой горе? Ты же знающий. Я спрашиваю из вежливости, которой вам не хватило, когда вы уехали, не сказав ни слова. Цири очень спешила. Знаю, она оставила записку. Знаю, я же знающий. Ловко вы разобрались с Эмлерихом. Настолько, что это в определённом смысле вдохновило меня. Давай к делу. Не говори за гадками, я устал. Вы значительно ослабили Эридина. Осталось ещё двое полководцев. Как от них избавиться? Карантир верен Эридину, а Гейльс совсем другое дело. Гейбельс. Гейбельс предатель. Он был предан нашему прежнему королю. А так вышло, что именно Эридин его и отравил. А-а-а. Так этот чел сам из Диких Охотников. Это он такой же эльф, как... Нет, пиздёж. Тебе выше в половину, чем он. Так кто же это такой? Кто такой знающий? Убийство короля, это сильно. Я так понимаю, немногие об этом знают. Из ныне живущих, скорее всего, только я. И Эридин, разумеется. Вопрос в том, поверь ли тебе, Гейльс. Об этом не беспокойся. Ну хорошо, и что ты предлагаешь? Привезти его сюда и показать, как всё было на самом деле. Отличный план. Проблема в том, что мы не знаем, где он. Знаем. Гейльс Вайн Эйли. И этот, сука, всё предусмотрел. Что это такое? Что такое Айн Эйли? Ты не помнишь? Ты же путешествовал середине. Блять, ну считай, что я забыл. Край народа Ольхи. Мир, куда мы прибыли века назад, и который теперь стал нашим домом. Вау, так мне ещё... Родом Красные Всадники. И там мы найдём Гейльс. Так мне ещё в другой мир теперь слетать? Интересно. Кажется, ты кое-что забыл. Да. И Цири, может, и умеете путешествовать между мирами. Но я? Нет. Ага. Как ты знаешь, кроме мира, в котором мы находимся, есть множество других. Угу. Их объединяет система переходов, тайных ворот, которые позволяют попадать из одного мира в другой. Разумеется, знают о них и умеют их найти не многих. И что, они в Новиграде есть? Например, знающие. Например. Один такой переход скоро откроется недалеко отсюда. Между этим достойным заведением и переулком мясников. Это наш шанс. Идём. Что за бред? Ну, пошли. Идём. Как всё удачно совпало-то. А ты посмотрю. Кто бы мог подумать. Что вот именно сегодня, именно вот недалеко отсюда, а не где-то на другом конце света, откроется портал, который открывается один раз в хер знает сколько. Ух, фортуна улыбнулась. Прям вообще. Я в такие случайности даже не верю. А обратно как мы прилетим? Там тоже что-то откроется? Я должен был прогнать отсюда прибошка. Должен был? Я решил, что он безобидный. Это... Была чемпионская загрузка. Просто чемпионская. Подождите, мне что, левел дали? Нет, а что тогда за радостный вопль? Что квест дополнен? Значит, прибошки что, тоже между порталами ходят, что ли? Подожди, он вниз спустился. Проход здесь, за стеной. Проход здесь, за стеной. Нахрен ты мне повторяешь, сука, я с первого раза понимаю. Мы пришли. Проход здесь. Да, скажи ещё раз. Пока мы не найдём Гейльса, Обратно не вернёмся. Ты готов? Да, я готов. Помни, где бы ты ни оказался, ищи места, похожие на это. Раньше или позже мы встретимся. Мы разделимся? Да. Возможно. У меня нет способности твоей протеже, Зираэль, госпожа пространства и времени. Я же до некоторой степени умею использовать тайные знания. Вот ты хрен, ослиный. Ну, посмотрим, что там за новый мир. Ненавижу порталы. Это интересно. Как там фантазия разгулялась? Новиград обрезки. Это мы отсюда. Осторожно, дверь не закрывается. Он так пальцы понюхал, как будто только что жопу вытирал. Проверяет, не промахнулся ли бумажкой. Ну что ж, неплохо. Это похоже на мир Безумного Макса. Бегать не дают. Есть херова туча. Я думал, что дикая охота приезжает из тех мест, где холодно, где очень по-сраному полно, а здесь жара. Это очень старый мир. Он истощен и разрушен. А что это за кольца? Здесь что-то живет? Планеты, смотрите, сколько. По большей части, пустынные создания, которые способны месяцами обходиться без воды. Обратите внимание, что в небе что-то летает, смотрите. И гигантские песчаные черви глубоко под землей. А, так это Аракис. Надо быть осторожнее, чтобы они нас не учуяли. Пойдем в Спайса на Рой, раз уж мы здесь. Здесь жили люди или эльфы? Думаешь, разрушением миров занимаются только гуманоиды? Так кто жил здесь? Какие-нибудь разумные монстры? Посмотри на эти скалы. Ничего не напоминает? Ха. Похоже на русло огромной реки. Или морское дно. Так здесь жили какие-то водные существа? Нет. Здесь жило море. Тогда откуда здесь деревья? Хочешь сказать, что... Что миров очень много. Форм жизни еще больше. Угу. Многие разумные. И куда более разумные, чем люди. Впрочем, даже это не останавливает их от того, чтобы вычерпать все ресурсы своего мира до последней капли. И что они со дна вычерпывали? Ил? Солоктитов? Кораллы? Ах, портал. Больше похоже на развалины. Внешность бывает обманчивой. И чего мы ждем? Когда он откроется. Еще немного. Ну, честно, не очень похоже на дно океана. Больше похоже на место, где снимали золото Маккены. Какое-нибудь. Что это тряхануло? Что происходит? Песчаные черви нас учуяли. Отлично. Сразимся. Ах, гнусный же ты. А, я понял. Это мир звездного десанта. Какие это не песчаные черви. Этому Харвестер в пасть не влезет. Ой. Смерть на месте. Как мог подумать. Так, подождите. Настройка, игровой процесс. Насмерть. Я просто не верю, что так просто стало играть. Я периодично сомневаюсь, стоит ли у меня сложность. И все больше. Суд не победить. Как только портал откроется, беги за мной. Пошел в жопу. Тут блуд. Уникальные органы. Для зелий и трав. Сера. Какая нахуй сера. Пошел нахуй. Я таких пиздюков, как эти. Сука, на завтрак без соли съедаю. Да блять. Они больше на скоробея похожи, или на жука-рогача, чем на червяк. Но у них есть один важный плюс. Они, сука, бесконечны, походу. У меня, кстати, есть мой новый арбалет. Гниющее мясо. Что за? Да, они сделали все, чтобы не было смысла фармить их в этом месте. Я бы мог усеять поле их трупами. Но это контрпродуктивно. Времени много. Выхлопа никакого. Опыта тоже. Ну, где мы, мать его, на этот раз? Когда пойдем экранов ловить, чурья будут у рук Макто. По-моему, мы в мире Аватара. Место силы. Вот он. Вот он, место силы. Правда, мне оно нахрен уже не надо. Какие звуки. Мне кажется, это динозавр где-то. Мне не хочется лезть в это облако. Ах ты, твою мать. Зараза. Надо было задержать дыхание. Какой ли ты не задерживаешь? Ну, ну-ка попробуем. Еще немного, и я бы задохнулся. Надо выходить облака стороной. Или пробегать их как можно быстрее. Блядь. Что-то у меня терзают смутные сомнения, что я успею здесь пробежать. Сука. Так. Хорошо, давай. Их не разогнать. Их, сука, не сжечь. Только бегать, да? Бегом, ведьмак, вставай. Что, вы Скайр Морхене не учили? Магия. Это место силы. Как раз Аарда. Вы получили в очко умений. Так. Чего я там прокачивал? У меня и так все, что надо прокачивать. Мне не на что тратить это. Очку. Очку. Каждая выпитая зелье встально 5% здоровья. Говно. Дает дополнительный 5%. Защита это так. Чудовище. На некоторых рассчитано на масло. На которых время действия эликсира 5%. Бомба, которая обычно... Угу. Выпитый мутаген отвар повышает максимальный уровень здоровья на 200. На все время действия... Угу. Кстати, неплохо. Выпитый максимальный уровень здоровья на 10% от текущего уровня интоксикации. Ого. Вау. Это, кстати, неплохо. Нет, на 10% от... У меня 200 максимальная интоксикация. 10% это 20. Что ли? На 20 повысит мое здоровье. Что за чушь? Вот это, по-моему, круче. А что дальше дают? Эффекты зелени исчезают, пока уровень интоксикации не упадет. Угу. Ух, нихера себе. Вот эта тема. Максимальная интоксикация это уже жизнь отнимает. Ох ты, блядь. Вот это круто. Так, начинаем прокачивать эту вину. До конца игры я все равно не успею ее прокачать. Лишь, какая разница. Мне вообще интересно, хоть кто-нибудь начал с начала игры, с самого начала качать зеленую. Зеленую ветку. Скиллов. Карты мира нету, к сожалению. Так бы я пошел, поискал, кто там орет. И замочил эту падлу. О нет, почему он дохнет? Плевать. Бегом. Что это, внизу ничего? А так выглядит, как будто там что-то. От этого тумана, наверное. Какая тут трава прикольная. Красные стрижки. Вот туда ведет дорога, кстати. Может, там что-то есть? Есть скелет какого-то существа. Можно даже предположить, что это, сука, огромная зверюга была. С диплодок и размером. Но больше тут нету и вообще ни хрена, да? То есть только одно место силы здесь. Ну ладно. На халяву. И одно нормалек. Какие-то он странные звуки издает, когда он задыхается. Типа носом тянет. Заложенным. Ну и когда мы допрыгаем-то уже до нужного мира, ё-моё. Вау. Это точно мир русалочки. Может, поищем трезубец? Я уверен, что что-то здесь должны были спрятать. Ну, это обычные инфийские руины. Прикольно было бы, если бы где-нибудь между мирами лежал снаечкованный какой-нибудь междумировый доспех. Охерительный. Некромонгера комплект, например. И ты такого случайно бац. А потом вернулся в свой мир. И все такие... Что это на тебе надето? А вот теперь мы... Ну, теперь мы, походу, в правильном месте. Ну, правильно, поплавал. Теперь мокрый на мороз. Чтоб как раз простатит, все дела. Менингит. Прочие радости. Простатит, конечно, не от этого. Хотя... Да ёптель. О. Всё. Больше никак. Даааа. Где-то спрятаться. Иначе я околею. Потом быстро искать следующий переход. Сука. Блять. Да. Я бы с такого мира тоже сдриснул, знаете, куда-нибудь. Если найду укрытие, то как-нибудь и до перехода доберусь. Укрытие от ветра исключительно нужно, что ли? Ну, уже где только не было таких миссий и в Dead Space, и в джедаях, по-моему. Смотри, в каких джедаях. Теплее надо было одеваться, ёптель. Ну, и почему я не лечусь? Как-то здоровье по-бисящему медленно восстанавливается. Низу вот это бахнуть. О. Включение, что я снова в холод играю. Ну, нормально. Приехал просто как ван дам и вышел почему-то из дома. Свет в таком месте. Кто-то же его зажег. Если мне повезло, это был один ворчливый эльфский знающий. Блядь, нахуй, ты вышел на мороз, блядь, стоишь тут думаешь. Интересно, давно здесь метят? Я думаю, что тебе надо бахнуть комендентского стаута, а сверху ещё полирнуть риданским светлом. Потому что, нахуй, реально воспаление лёгких уже не за горами. Оп, костёрчик. Записки путешественника. Ну и кто же, блин, мать его сюда забрёл? Хуже всего это всеобъемлющая тишина. Кажется, что нет ни одной живой души в округе. Только снег, снег, везде снег. До самого горизонта. Иногда находим в домах живых людей. Все голодные и промерзли до костей. Но никто не отказывается от помощи. Нас пускают погреться у огня. А, никто не отказывает в помощи. Нас пускают погреться у огня. Собраться с силами, чтобы идти к маяку. Говорят, там ещё есть... Остались припасы. Выкинуть нахер. Записочка. Ньяль, мы спрятали сокровище. Нахуй. Неинтересно, где вы там что спрятали. Что-то тут есть. Нет нихренашечки. Так. Выше. Выше ведьмак может найти какое-то место интересное для него. Но выше тут подъёма-то нету. Так что обойдёмся без, сука, без наблюдательности. Рывок. Давай, рывчанский. Бегом. Ебаш. Нахилках попробую добежать. Ох, мать твою. Беги, Ведя, беги. Нет. Нихуя. А, это наш последний шанс, чувак. Вот, теперь действительно игры кончились. Нахуй ты достал свою сабельку гейскую. Лечкуйся, лечкуйся, сука, твою мать. А, боже, я сдох. Да как же тут, блядь, бегать-то, да-да-да, а? Говно, блядь, собачье. Самая отстойность этой ситуации в том, что он не лечится. А, плохо лечится, вернее, на морозе. И здесь нету медитации. Это жопа полная. Ну что ж, пробуем ещё раз добежать. Без помощи всяких-то, блядь, какого хуя, куда жизнь не исчезла. Есть что-нибудь, что поджечь можно? Да пошёл ты, блядь, заебал. О, ну да. Ничего другого я не ожидал. А как гнусная же ты. Да пошла в жопу, блядь. И так, ху, вон, блядь, с сосульками идут. Ой, он лечится здесь, смотрите, даже без аптечек, когда просто стоит в тепле. Начинает лечковаться. Так, это значит, что мы на правильном пути, и в пять нахер. И ещё рывочек. Опа, опа, оп. Не, не откроется. Печальничка. Оп, стоп, стоп, стопэ. Вот в этом говне руны какие-то. Малые руны Камвелес. Наверху переигрывал, так забыл взять руну. Буран. Да ладно, я такой, что это буран. Снег-то еле летает. Напишут тоже, что это буран, да. Дневник Эрвилла. Или Эрвилла. Тридцатый день. Бирки. В это время года уже должны цвести цветы, а сейчас всё покрыто снегом. Весна будет поздней. Скоро подорожает еда. Как пить дать? Двенадцатый день в Блате. Холодает. Снег идёт непрерывно уже 37 дней. Его даже перестали убирать. Улиц больше нет, только туннели, выкопанные в снегу. Двадцать пятый день. Феаина. С маленьких букв, то есть это не имена. Снег не перестаёт. Наши припасы на исходе. Мы топим снег, чтобы утолить жажду. Но не знаю, надолго ли хватит дров. Мы пока живы. Ну, плохая новость в том, что дров может не хватить. А хорошая в том, что снега зато дохуища. А, вау, опять нихуя, да? Блядь, как далеко. О. Опять вы. Гончие даже на морозе сами замерзают. Давай, вертушечку заодно и погреемся. Гончие сами к огню жмутся. Это костёр слишком маленький для нас троих. Пошли отсюда в жопу. Что-то бы из него уволился хоть. Блядь, заебало гниющее мясо уже. Так что, в этом мире все умерли? Что никто не дождался ни портала, ни черта? Ты долго? Были проблемы по дороге? Ммм, нет. Просто любовался видами. Люблю яйца поморозить. Что это за место? Кажется, я здесь уже был. Именно здесь ты дрался с проекцией Редина. А ещё раньше здесь сражалась Цири за тебя. То есть? Чушь какая. Ты никогда не интересовался, как ты освободился от красных всадников? Интересовался я не раз, но ничего не помню. Обалдеть. Где мы? Это мир Айон Эйля? Нет. Это Тедейра. Время конца. Мир, уничтоженный белым хладом. Белыми ходоками. Это обязательно случится во всех мирах. На разных этапах существования разумной жизни. Ты говоришь об этом так спокойно. Эридин позволил сознанию неизбежной гибели овладеть собой. Теперь им владеет страх. Я не хочу совершить его ошибку. Может, пояснишь? Не здесь, а не сейчас. Какая у него шнуровка классная. Свет на скале оставил ты? Я подумал, это тебе поможет. В конце концов, для того маяки и нужны, чтобы указывать путь. Я думал, это мир Дикой Охоты, раз тут такой сраный дубак. Я думаю, им бы здесь понравилось. Чертовски понравилось. Тирнолия, резиденция кого? Гиббельса? Как тут мрачный. Наконец-то. Это Тирнолия? Дворец пробуждения. Прежде лунный дворец. Резиденция Геймса. Рапорт. Несмотря на предпринятые нами действия, ситуация на окраинах провинций Тилат-Навиль, Тилат-Налиа и Тилат-Накровье не изменилась к лучшему. Высланные на место знающие сумели лишь в небольшой степени сдержать напор белого хлада, который медленно и уклонно занимается у новой территории. Мы также полностью потеряли провинцию Тилат-Набуне, куда знающий не успел добраться вовремя. Рекомендую эвакуировать находящиеся под угрозой провинции, а также ускорить и радиализировать, радикализировать действия, направленные на захват территорий Айн-Сейдхе. В противном случае прошу снять с меня ответственность за подчиненные мне территории Инглор-Хелианве, наместник западного берега. Все понятное, все понятно, все понятно. Долбаные эльфы. Прекрасный город. Я рад, что ты его оценил. Эльфская архитектура несколько более изощренная, чем ваша. У нас был план доставить его и ему все показать, так давай ему здесь все покажем. О боже. Кто это? Что они здесь делают? Ничего, ничего. Все нормально. Думаю, на сегодня мы закончим, моя сладкая. Будь так добра, оставь нас. Блин, какие у них панталоны у всех. Наверное, все согласятся, что это дело касается только нас. Не так ли? Крэвен Испан, Айп Кэвен Маха и Ведьмак из Риби. Кеддер. Как вам нравится моя новая модель? Она немного напоминает Лару Доррен. Ты не находишь, Крэвен? Дорнийскую в смысле? Разве что Ростом. О, вижу для тебя эта тема все еще болезненна. В таком случае пока оставим ее. Будете что-нибудь пить? Нет, спасибо, а я тебе не доверяю. Не начай сюда пришли. Должен признать, что не ожидал тебя здесь увидеть, Ведьмак. Какие-то эльфы на одно лицо все. Собственно, ты заключил любопытный союз. Думаешь, Авалак с тобой искренен? Я спрашиваю так, из любопытства. Нет, но честность вообще не свойственна вашему виду. Так что хватит исходить с жалчью, это ничего не даст. Мне кажется, я вижу тень нетерпения на ваших лицах. А потому, что вас привело? Я пришел рассказать, кто убил нашего короля. Вы приложили немало труда, чтобы добраться до меня. Значит, над ложью, которую вы для меня приготовили, вы тоже хорошо потрудились. О, боже. Ты увидишь правду. Она явится тебе во сне. Ты нашел она и Романта? Они всегда видят правду. Карина Тилли. Похоже, предчувствие меня не обмануло. Это будет интересно. Пойдем, генерал. Разумеется. Следуй за нами. Ведьмак Геральт. Вот уж воистину человек дело. Могу ли я знать, куда вы меня поведете? Какой он здоровенный. Мир Айон Сиде. В этот раз напрямую. Пойдем, пока сюда не сбежалась стража. Он как эльф, только очень высокий. Ха-ха-ха, бля. Ха-ха-ха. Талант от бога, блин. Только той телке не показывают мазню. Я думаю, она не оценит. Хуя такой Ван Гог просто, блин. Мне кажется, в этой картине просто кот да Винчи какой-то зашифрован. А это Дуа. Откуда берутся такие картины, блядь? Ну не могут их люди рисовать. А вон их, как раз, эльфы-инопланетяне хуя вертят. Полагаю, нашу гостью тебя представлять не надо. Привет тебе, Зираэль. Значит, правда, что ласточка теперь водится с лисами. Не пытайся нас стравить. Ты не помнишь, как Авалак тебя шантажировал? Как пробовал подложить тебя на ложе нашего короля? Он распоряжался твоим телом, как свиной тушей. Помню. Но еще лучше помню, что ты советовал Эридину сделать со мной, когда он меня поймает. И помнишь, что красные всадники сделали в Каэр-Морхене? Я пришел сюда не за тем, чтобы ссориться. Где обещанные доказательства? Ты увидишь их во сне. Ах да, она и романтка. Ее видение нельзя подстроить. Ты хочешь мне показать, как Эридин убил нашего короля? И что дальше? Я должен настроить Айнелли против Эридина? Поднять восстание и объявить Авалакха новым королем? Да ладно, мы так ненавязчиво уж. Делай, что нравится. Если ты поймешь, что и дальше хочешь служить убийце короля, путь открыт. Я бы не удивился такому выбору. Хорошо. Пусть Вишунья покажет мне последние минуты короля. Вишунья. Она покажет их нам всем, чтобы не было никаких неясностей. Почему бы и нет. Ну посмотрим, посмотрим, давайте поглядим. Как она на Любовь Полищук похожа. Король сидел и втыкал в закрытое окно, сквозь которое ни хера не видно. Он пил что-то из колпачка. Король умер. Да здравствуй, король. Батюшки-саратюшки. Ну? Подзавис что-то наш... Ваш единственный шанс дать ему бой на ваших условиях. В этом мире, в условленном месте. Отправляйтесь на Скеллиге, найдите там солнечный камень. С его помощью вызовите Нагльфар и Эридина. И если Эридин запросит подкрепление, Айнелли ему не ответит. То есть... Ты не нам помогаешь, ты... Ему не помогаешь. Какая удобная, блядь, пассивная позиция. Давайте покивать друг другу, будто мы так и задумывали. Что мы-то типа понимаем, блядь. Вполне возможно, он блефовал. Он мог сказать это просто для того, чтобы мы его отпустили. Зараза. Надо было его прижать. Успокойся. Авалак знает его лучше. Он вернется и все объяснит. Помяни дьявола. Геральт беспокоится, что мы слишком легко отпустили Гейльса. Осторожность лишней не бывает. Согласен. Но я верю, что Гейльс сдержит слово и не станет поддерживать Эридина. Похоже, ты что-то задумал. Может, расскажешь? Когда мы найдем Солнечный Камень, с помощью магии ваших чародеек мы вытянем корабль Эридина в залив Ундвика. Мы устроим ему засаду. И когда Король Охоты появится, мы убьем его. Это будет морской бой. Так просто? Победить Эридина будет нелегко. Но мы сможем. Отыщите чародеек из ложи. Увидимся в порту. Мы отправляемся на Скельги. Окей, босс. Пропустил, когда тебя назначили главным, но да ладно. Я стал интересен, что за дело ты хочешь закончить? Когда я последний раз была в Новиграде, я влипала в неприятности. Я что-то такое слышу. Некоторые мне тогда помогли, а другие... Не так, чтобы очень. И тех и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? О, ну одна не могла. Веди. Нам нужен храмовый остров. Ты вдруг ударилась в религию? Нет, пойдем. Дадим просраться местным огнелюбам, да? Согласен, тоже бесит. Мы уже почти на месте. Куда мы идем? Повидаться с ублюдком младшим. Ау. Тут одна нестыковочка. Поздно. Его нет в живых. Я спросила Золтана. И он сказал, что ублюдок живой и здоровый сидит на храмовом острове. Я лично всадил ему меч промеж ребер. Должно быть, у тебя дрогнула рука. Он как-то оклемался. Или Золтан перебрал. Зачем тебе это? Я хочу посмотреть ему в глаза. Что тогда? Не знаю. Зависит от того, что я в них увижу. Блять. Может, это был не он, ублюдок младший? Или может, там его место занял другой ублюдок? Ублюдок средний? Или старший? Что? Мы к господину Вилли. Господин ублюдок ожидает важных гостей. Убирайтесь! Подвыпердыши! Подвыпердыши. А я думал, мы все уладим миром. С дороги не до тепы. А то мы вам так рожа начистим, что вас даже у хромоножки Катарины принимать перестанут. Чего? Пошел вон. Не понял? Слишком много букв? Ах ты, шлюшка! Какой текст, какие слова. Да что, блять? Ты сказала Геральт? Какой, Геральт? Из гребаной Ривии. Так что же вы сразу-то не сказали? Ээээ, прощения просим за происшествие. Это недоразумение. Господин Вилли вас ожидает. Такие проблемы. Может это Вилливонка? Вилливонка? По меньшей мере. Как он нас может ожидать? Интересно, что они собираются делать. Сейчас узнаем. Мы тут такие ходим крутые, наводим в свои порядки. Там пошли ведьм замочили, там нейтрали захерачили. Тут еще эти бандосы. Да как ты не сдох-то? Ты, наконец, нашел свою маленькую протеже. Правда, у тебя это отняло немного времени. По-моему, он выглядит живым и здоровым. Аааа, ты-то думал, что замочил меня? Сюрприз, сука! Завали хлебала ведьма, пока его кто-другой не закрыл. Довольно! Я закончу то, что ты начал. Эй, эй, стойте, стойте! Это же я, Дуду! Дуду Бибервельт! Вы меня, правда, не узнали? Ах ты, сука! Дуду? Он назвал ее сукой. Дуду бы и не назвал. Погоди, цири. После налета на сокровищницу Дикстера ты исчез. Как я тебя нашел, быстро. На площади мясников. Вы поставили пьесу Пресцилы. Но ты вытащил меня на сцену. Отложи меч, цири. Это Дуду. О, боги! Но вы меня и напугали. Ты не охуел? Ведьмаков лучше не дразнить. Ублюдок младший? Тебе что, больше не в кого было обратиться? Когда мы от него убежали, я не знал, что мне делать. Я не мог больше скрываться. Рано или поздно меня все равно бы нашли. И тогда я принял решение. Мы-то знали, что он умер. А больше никто и не догадался. Это был мой шанс. Никто не плакал по ублюдку младшему. В своей никчемной жизни он не помог никому. Забавно, что его стали уважать только после смерти. Говорят, что каждый заслуживает второго шанса. Быть может, это правда. Ублюдок в определенном смысле получил свой второй шанс. Он разделил его с одним доплером, которого друзья называли Дуду. Офигеть. Я и не подозревала в тебе такой отваги. И я в себе тоже. Да, кстати, ты даже не представляешь, как я рад, что с тобой все в порядке. А я ж ты не перерезала тебе горло. Интересный род занятий ты себе выбрал. У него всегда была деловая хватка. С борделями и азартными играми он тоже справится. А почему он не остался низушком, чертовски богатым? В книге он неплохо заработал. Я объявил, что уверовал в вечный огонь. Продал нелегальное дело и занялся морской торговлей. И никто из людей-ублюдка не протестовал? У меня есть знакомство в гильдиях. А потому доходы в два раза выше, чем раньше. Для людей в вилле в два раза больше крон в кошельке, значит в два раза больше уважения тому, кто кошелек дает. Тебя же могут раскрыть. Люди в вилле до сих пор не догадались. Его партнеры тоже нет. Даже выпалились. И это могло для тебя плохо кончиться. Факт. Иногда меня заносит. Но обычно я очень осторожен. Молодец. Ну, нам по этому все. Верно. Нужно еще заглянуть в золотой осетр. Надо было вас увидеть. Берегите себя. Ты тоже. Голос знакомый у Дуду. В метро, по-моему, это он озвучивал. Зачем мы идем в осетр. Встретиться с девушкой, которая когда-то мне помогла. Кто она? Знакомая Лютика. Ее зовут Бея. Она работает официанткой в золотом осетре. Это она помогла мне найти Лютика. Это... Как ее, блядь. Бурубона, по-моему, он озвучивал. Только более таким голосом. А потом... Он озвучивал. Ульмана. Вся в тебя. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Ого. Что такое? Ого. Ой-ой-ой. Сударь, видишь? В чем дело? Конечно, поможем. У меня в доме что-то завелось. Воет. Цепями гремит. Тарелками швыряется. Аж страх войти. Уж вы проверьте, что за призрак меня навестил. А я золото не пожалею. Нам нужен обряд экзорцизма. Парный с тобой провести. Планетник. Спаленки. Ну ладно, я посмотрю. Погремим в ответ. Поскрипим пружинами. Благодарю. Идите за мной. Покажу вам дорогу к дому. Давай, детка. Ой, у нее меч есть. Это какое-то наебалово. Баба с мечом это какая-то убийца наверняка. Надо быть наготове. У нее и видно, что у нее жопа такая. Одежда у нее не просто хухры-мухры. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. В кожанке. Она 100% сейчас завалить меня попытается. В переулочке. Кто бы мог подумать. Не люблю, когда меня обманывают. Один 100% ловила. Я же только сказала, что в доме что-то зрело. Я же не знала, что это охотники. Да, зато охотники отлично знали, кого они ждут. Это скверно пахнет. Ну, хорошо. Может, я и не все сказала. Да и золота у меня нет, чтобы вас вознаградить. Но это не значит, что вы уйдете с пустыми руками. Вот, ключ к сокровищу. Один из трех. Охотники наведут вас на след остальных. А мне нужно бежать. Как можно скорее. Да, твою мать. Не такую я награду хотел. Нахер мне твой ключ. Гончий лист. Что за гончий лист? Развискиваются. Три бандита. Ага. Понятно. Этот квест заработал. Они только по ночам, видимо, появляются. Тоже мне. Бесят вот эти квестовые ситуации, которые работают только днем, только ночью, еще там. Хрен знает как. Ну, не то, чтобы это была прям катастрофа. Так. Цири сказал, что увидимся мы там-то, там-то. Я так понимаю, что я сюда могу и... С ветерочком перелететь, чем... Сапоги тут протаптывать. По обезьяне, по обезьяне буду передвигаться. И вот мы где. Ну. Да-да, я понял. Надо помедитировать до восхода. Нет, да? Или нужно было время, чтобы разглядеть меня и сказать, а вот это и... Ну, и ты, наконец. Бея внутри. Идем. Посмотрим, что за Бея такая. Вроде не встречал. Вот такие паруса там нарисовались. Никогда не замечал. Что это за херня? Может, новый какой-то корабль приплыл? Бедный горожанин. Бея. Мы дали тебе шанс. Надо было им воспользоваться. Плевала я на ваши шансы. Еще пожалеешь, корова! Следи за языком, когда говоришь с дамой. Не суйся. Не в свое дело. Какой ты дерзкий. Вынимайте мечи и давайте с этим заканчивать. Что? Вы хотите ее обидеть? Я этого не позволю. Завяжется ссора. Вы начнете херами мериться. Нет у меня на это времени. Доставайте мечи. Эй, убивай! Как вы, блядь, не научились? Пока там Цири телепортируется, я уже всех поубиваю. Отличный удар сзади. Прям по-нашему, по-ведьматски, а? Как он проткнул его стальной нагрудник. Кирасу. В этот раз они и правда были настроены решительно. А я говорила, чтобы ты их не задевала. Что же теперь? Не впускать мне людей только потому, что какой-то громилам не угрожает? Как бы не так. Сейчас, походу, мне Цири подгонит. Подгонит подружку. Геральт из Ревень. Тот самый Геральт? Да. Мне очень приятно. Я много о тебе слышала. Лучше один раз попробовать. Например, что? Чем сто раз послушать Цири. Например, то, что ты спасал ее из передряг столько раз, что и не сосчитать. И всегда мог ее развеселить. Это я слышала о Цири. А от других? Бе, а я еще здесь. Ну так выйди нахрен отсюда. И что вас привело? Я хотела тебя поблагодарить. За все. Ой, да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не у каждого хватило бы смелости. Спасибо. Это тебе. Маленькая безделушка, чтобы ты обо мне помнила. О, какая красота. Спасибо. Так что, вы останетесь? Будет суп и гуляш. Корчмарь утром порося забил. Спасибо, но нам нужно навестить за Сири. Порося забил. А, хвальдо идете. Ну, не буду задерживать. Там вас тоже хорошо накормят. Будьте здоровы. Присматривай за ней, ведьма. Присмотрю. Бывай. Я еще вернусь за своим супчиком. Мне же, кстати, левел дали. Что я там прокачиваю-то? Увеличить максимальный уровень здоровья на 10%. А, она теперь на 20%. Сильно. Ну, коза брянская, ептать. Я же не спрашиваю, что вы там с эльфом мутите. Срыгни с дороги, нахуй. Что такого интересного на застене? Лагерь бродячих циркачей. Нелюдей. Когда я сюда приехала, то хотела найти Трис. Жилось мне тут нелегко. Деньги, которые дал мне барон, почти сразу закончились. С Трис мы так и не встретились. Нам помешала храмовая стража. Эльфка. Эта дама, кажется, недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что ж, ухов ее не видишь? Это же эльфка. А эльфа неизвестное дело. Всегда замышляет. У нее, кроме ухов, есть еще две тити. Джопа и еще кое-что интересное. А во что ее наберешь? Где у тебя ведро, а? А у нее мандас ведро. Девки спорили в метро. Почему ты не скажешь правду? Как же это почему? Потому что не люди, а у них вранье в крови. Ты, ведьмак, гладким личиком не обманывайся. С виду эльфы все из себя, как на картинке. А внутри гнусь наихудше. Согласен с говнецом. Но вы все равно съебитесь как от Седа. По какому праву ты будешь нам приказы выдавать, а? Пойдем, Радка. Ведьмаку убить, как глазом моргнуть. Радка, тащай всю свою свинячью ряху. Выдыхай, все кончилось. Хм, кончилось? Разве что для тебя. Ты-то уйдешь, а я останусь. И они тоже никуда не денутся. Что поделось? Это красная благодарность. И правда надо учиться манерам у старших рас. А чего ты ожидал? Платы? Или что я брошусь тебе на шею? А может сразу ноги перед тобой раздвину? Бинго! Иди, Вадгерн. И помни, нам не нужна твоя жалость. Я не понимаю тогда, к чему это вообще все было. Пошла ты в жопу. Господи, как классно по Новиграду бегать за Цири. Это, блин. Квест от бога квестов просто. А если бы я ублюдка-младшего не добил, Дуду куда бы делся? Интересно. Ух ты, блядь. Да это же Стинг Стив Бордон. Мать его. Титан Реснинга с ТНТ. Ебашь у монстров быстрее, чем вы разговариваете, ёпта. Хе-хе-хе. Уезжаете? Понимаю. Может, мы вам как-нибудь поможем? Давайте я вам табун коней куплю, хотите? Да ладно. Главное, что ты вернулась. И что ты жива и здорова. Это вам. Ровно столько, сколько ты мне тогда одолжил. Ещё немножко сверху. Цири, ты же знаешь, что я этого не возьму. А ты знаешь, что я не приму отказа. Знаю. Давай на это сыграем. Ты в седле-то держаться не разучила. Моё твою мать. Когда устроим заезд? Геральт, присоединишься? Да пошли вы нахуй со своими заездами. Спасибо. Я сегодня не в форме. От всех болезней тела и души нет ничего лучше золотого Коедвенского. Правда, Цири? Самое, что ни на есть. Оставайтесь с нами. Сейчас все соберутся и зажгут костры. Эта ночь будет нашей. Твоей, твоей руки, только если, ёптись. Я вас в борделе дождусь. Нет? Какой отстой? Ну, хоть на лошади скакать не заставили. Затрахали эти скачки. Господи, такое уныние. Я уже на Скеллиге выиграл себе зариканское седло, зариканские шоры. У меня все нормально, лошадь упакована уже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Какое охуенное шоу, господи. Каким удовольствием осталась с ними? Пила бы. Скакала на перегонки. Пила бы. Путешествовала бы из города в город. Ни о чем бы не заботилась. Так давай тогда с хиппи лучше останемся. Там мы еще и дуть будем. Хороший план. Я, пожалуй, присоединюсь. Договорились. Ой, бля. Если после всего этого от нас останется не только горстка пепла. Победить дикую охоту нелегко. Но с нами будут чародейки ложи, овалок. Мы справимся. Боюсь, в моем случае схватка с охотой только начало. Да ты задолбала уже ныть. Хватит. Ты обещала. Ой, какая тетя. Я пошутила. Иногда так хочется быть такой... Какая ты шутница, блядь. Охуеть. Пошутила и не дала. Ха-ха-ха, блядь. Самешено. Яной и хихикающей? Сегодня у тебя есть такая возможность. Не в этом дело. Я бы хотела быть обыкновенной. Блядь, давай поменяемся. Я хотел бы как раз быть сыном короля, блядь, охуенного, который владеет, блядь. Империей пиздатой. Имгра Кумган Заде, блядь. Твоя жизнь принадлежит тебе. А быть пьяным и хихикать мне как-то под настопись делали. Ты хорошо знаешь, что это не так. Все из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Дар, дыр, блядь. Давай уже что-нибудь. Благодаря ей у меня есть все эти способности, но из-за нее я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победим Эридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Эридина. Когда-то это были чародейки из ложи. Теперь мой отец. Даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть Авалакха? С Авалакхом все иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки, не вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. И потрахивает, наверное, между делом. Ну как скажешь. Ты сомневаешься? Однажды Авалакх попросит тебя об услуге. Даже если это так, у меня есть еще очень-очень много времени. А какой услуги? И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. А-а-а. Да ладно, дашь ему Розанто. Это Пабло. В падлу, что ли? Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут? Лучше скажи, что у тебя получилось с купцом. Ты коней раздобыл? А, это все гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Блядь. Значит, придется раздобыть коней другим способом. Да, ёпт. Я чую неприятности. Дайте ему денег, кто-нибудь, дайте. Мы хотим пробраться в его конюшню. У него там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Дайте, я для вас их куплю, по-братски. Может, получится раздобыть их иначе? Так вышло, что у меня есть кое-какие деньги. Я мог бы вам одолжить. Мы не сможем их отдать. Вообще похуй. Предложение великодушное. Но это не лучший выход. Это пиздатый выход. Укцу не деньги наши мешают, а мы сами. Он сказал, что с мерзавцами вроде нас торговать не будет. Ну, я-то поторгую. А раз торговать он не хочет, лошадей придется украсть. Блять, да ебаный в рот. Да что ж за мир-то такой? Ну, что делать? Дайте мне отдать кому-нибудь эти сраные проклятые 10 тысяч гребанных крон. Флоренов могу сверху отсыпать и этих еще там. Должен признаться мне показать, что ты не такой. Какой? Решительный. Но в путь. Встретимся у конюшни. Ой, сука, тянучий случай, а. Как все тут долго. Твою мать. Вот сколько у меня денег? Дайте, дайте я посмотрю. Сколько? Вот сколько? Сколько? Сколько стоит лошадь? Сколько табун их стоит? Дайте мне посмотреть. Куда ты пошел? 12 с половиной тысяч крон. Если я еще продам все эти руны, все эти шкуры, говно всякое. У меня тысяч, ну, 20, наверное, будет объективно. Нет? Ну, 20 не будет, пизжу. Ну, будет 13 с половиной тысяч крон. Это охерительная сумма. МГР мне еще два, две штуки торчит. Ладно. Хотят воровать, сука, пусть воруют. Я в тюрьму не сяду. Зор, мать вашу. А, ну, воровать коней мы будем уже в следующей серии, потому что надоело репить долгие серии. Так что... Прости, братан. Это случайно. Короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое. КОНЕЦ